Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как все вы знаете, на продаже появился Лёва в составе крайне крутого и крайне дешевого набора с Центурионом МК-5-1. Центуриона МК-5-1 выкатим из ангара в следующем видео. В этом видео выкатим из ангара самого Лёву, которого, как видите, в голом состоянии продают за 5,5 тысяч и, понятное дело, это не совсем выгодно, тогда, когда Лёву в свое время продавались его вот этим легендарным внешним видом колосс за 5,5 тысяч, по-моему, полмиллиона серебра давали, открытое все оборудование и еще какая-то там дребедуха шла в комплекте. Здесь же, если вы покупаете набор, то за 10 тысяч вы получаете Лёву в легендарном внешнем виде за 5 тысяч, а еще за 5 тысяч получаете Центуриона в легендарном внешнем виде, плюс открытое все оборудование и целых 30х5. Короче говоря, свое мнение по поводу данного набора я высказал в прошлом видео, ну и дал ссылочки на зацены данных машин, а сейчас просто возьмем Лёвчика и выкатим его из ангара для того, чтобы посмотреть, на что он способен. А он действительно способен, особенно руками, не то что среднестатистического танкиста, он способен руками новичка, и это очень большая ценность и редкость в нашей игре. Данная машина прощает огромное количество ошибок, позволяет очень комфортно отыгрывать от башни, которая круто забронирована как в прямой, так и в боковой проекции, минус 8. Угол склонения орудия позволяет от неровности отыгрывать, ну просто-таки с великолепным комфортом. 310 единиц урона вроде бы и не сильно много, но стреляете вы через каждые 8,5 секунд, и это вполне себе круто, с учетом того, что время сведения и разброс, особенно разброс, как для тяжелого танка, имеют крайне крутые показатели. ДПМ 2181, и кто-то скажет, что это небольшой ДПМ, я соглашусь, но в то же время, ребят, стоит отметить, что этот ДПМ, ну очень легко реализуем, с учетом того, что машина крайне живучая, имеет хорошую броню. 234 миллиметра пробитие на базовом снаряде и целых 294 на подкалиберах. Короче говоря, пробиваете практически всех, практически везде. Ну что, берем тачку и поехали ее катать. Ну что, погнали. Хотя на Леве погнали звучит, ну прям совсем режущим слух, потому что у Левы нет какой-то крутой подвижности. Но когда ты видишь размеры этой махины и знаешь о том, что она довольно-таки круто забронирована, ты понимаешь, почему это погнали настолько, ну я бы сказал, смешно звучит. Хотя в целом подвижности более чем достаточно для того, чтобы двигаться по карте в нужном тебе направлении, но и в случае необходимости куда-нибудь подкатиться левее, либо правее. Почему я считаю, что данная машина крайне классный выбор, я бы сказал, идеальный выбор для новичка. Ну, во-первых, живучая тачка. Во-вторых, орудие, к которому нет необходимости долго привыкать и, в принципе, оно абсолютно интуитивно понятно в его применении. Оно очень точное, вполне себе нормально сводится и при этом имеет очень хороший уровень пробития. Что касается возможностей машины, которые, в принципе, ценны для новичка, это возможность фармить. Целых 185 единиц доходности, 185% единиц фарма, позволяет вам вывозить большое количество серебра, при этом не сильно напрягаясь в бою. Короче говоря, не машина, а просто-таки находка. Когда я создал вот этот свой аккаунт и на стримах начал его прокачивать, мне много раз задавали вопрос, какую машину первую премиум я планирую себе купить, когда накоплю необходимое количество голды. Многие писали мне по поводу того, что там на продаже кто-то появился. Купи, хорошая машина, на ней можно фармить. Но, ребят, я сказал сразу, единственная тачка, которую я готов первой купить на свежий аккаунт, для того, чтобы на ней можно было с фаном, весельем играть и при этом зарабатывать круто серебро, это Лёва. Именно на эту машину я экономил свою голду, никуда её не тратил и ожидал вот этого вот великолепного предложения за 5,5 тысяч. Лёва в легендарном внешнем виде колосс, ещё с кучей там каких-то дополнительных плюшек. Но когда сегодня появился на продаже набор с Центурионом МК-5-1, я понял, что я не буду ждать никакого набора за 5,5, потому что здесь я Лёву получаю за усреднённые 5 тысяч золота. В том же легендарном внешнем виде, да, пускай без полумиллиона серебра и каких-то дополнительных ништячков, но, блин, эта машина того стоит, чтобы её просто купить. А в составе набора с Центурионом так уж тем более. Короче говоря, если вы новичок в игре и вам нужна хорошая фармищая живучая машина, применение которой не требует от вас каких-то супер-великих навыков в познании в игре, если вы часто на сегодняшний день ошибаетесь и при этом всём вам необходимо максимально долго продержаться в бою, чтобы получить максимальные результаты, берите однозначно Лёву. Эта машина никогда вас не подведёт. Не слушайте тех, кто говорит, что Лёва устарел и на сегодняшний день он уже не интересен. Он классный, он интересный, он спокойный, он не требует от вас спешки абсолютно. Он не требует от вас прям совсем быстро крутить мозгами в бою, куда мне поехать, как мне повернуться. Я вот сейчас прямо еду на объекта 252-го У, не поворачиваясь никуда, ничего великого не делая, просто играю против него практически прямо стоя. Единственное, что стоит помнить, что ни в коем случае на Лёве нельзя просто стоять камнем. Хотя и это он в принципе позволит вам сделать, потому что запас прочности в 1800 это не так уж и мало. Что стоит помнить? Просто играя на Лёвчике периодически делайте вот так. Так вот, это называется мансить. Ну и если вы где-то стоите за каким-то укрытием, типа угол дома или что-то подобное, то становитесь ромбиком, желательно не под сильно большим углом, так чтобы приведёнка в бортах была максимальной. И после этого делайте вот эти вот лёгкие покачивания корпуса вперёд-назад и соответственно мансите чуть-чуть вправо-влево. Всё, этого более чем достаточно для того, чтобы Лёву реализовать на 200%. Что вы за это получите, мы сейчас посмотрим по результатам боя. К сожалению, дополнительного урона нанести я не успел. Кто-то красавчик умудрился уничтожить его или он сам взорвался, не знаю. Не уследил как-то. Но в любом случае от этого боя я получил максимум удовольствия и безумно рад, что смог купить себе данную машину на абсолютно-таки практически пустой аккаунт. Да, это не первый прем на моём аккаунте, мне подарили коллекционного супер коня в своё время. Я открыл, смог забрать бесплатно Шкоду МТ-27, у меня есть там Павлик, но всё это далеко не то. 3650 единиц урона и всего лишь вторая степень, не первая, ребят. Есть несколько фрагов на счету, что касается доходности. Давайте посмотрим. 122,5 тысячи серебра за абсолютно плёвый бой, в котором я вообще не напрягался. Я допустил огромное количество ошибок, но просто потому что знал, что я могу себе это позволить, меня не смогли пробить. Да, это с прем аккаунтом, но без прем аккаунта, согласитесь, 87 тысяч за бой, который приносит ещё и удовольствие, это действительно крутой фармер. Что касается моей результативности в команде по урону, то обратите внимание, с каким просто мега отрывом я ушёл вперёд. И Лёва играется так практически постоянно. Если вы не будете, как Оленина, стоять на нём бортами или подставлять корму, если вы будете грамотно играть на данной машине в меру своих умений, с учётом того, что вы буквально недавно даже установили себе танки, играете первый раз и у вас первый аккаунт в этой игре, и вы вообще ничего не знаете, поверьте, Лёва всегда оправдает ваши ожидания. Я побежал снимать специально для вас следующее видео и буду выкатывать в следующем видео Центуриона МК 5.1 для того, чтобы показать его таким, какой он есть на самом деле. Если вы за честность автора на канале, если вы за справедливое мнение по поводу всего, что в игре происходит и хотите быть в курсе всех новостей в нашей игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления и обязательно лайкните данное видео. Ну а ещё пишите в комментариях своё мнение по поводу данного набора, ну и в частности Лёвчика. Побежал снимать, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.